На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Своевременное обследование и устранение это залог того, что все-таки данная корректировка будет минимальной. Горожанам скоро придут квитанции за использованную воду. Хочешь, не хочешь, оплатить дополнительно будешь, обещают чиновники. Турнир по боксу среди финно-угров и этнокультурный туризм. Чем сильны коренные народы? Такой памятник не будет смотреться. Громоздко, непосредственно. Не в центре города, естественно, а на набережной Онежского озера. Парламент Петербурга просит не уродовать город памятником Петру Первому Церетели, а Петрозаводский готов принять изгоя. Одно из самых уродливых скульптурных сооружений мира, памятник Петру Первому работы Зураба Церетели, который собираются выселить из столицы России, председатель Петрозаводского городского совета Олег Фокин задумал перенести в столицу Карелии, обратившись к властям Москвы с таким предложением. От этого, с позволения сказать произведение, уже попросили оградить их петербургские депутаты. Они не хотят, чтобы 100-метровый монумент из уродов, созданный великим императором, прекрасный город. А нам оно надо? Надо, уверены депутаты Петросовета. Они считают, что 100-метровый памятник Петру Первому сделает Петрозаводск более привлекательным для туристов. Памятник, конечно, в Москве, он, наверное, не на месте стоит, потому что это самый центр Москвы, и такая громадина нависает над непосредственным районом и рекой. То есть для города Петрозаводска Онега – это все-таки большое озеро, можно назвать его Северным морем. И такой памятник не будет смотреться громоздко непосредственно, не в центре города, естественно, а на набережной Онежского озера. У архитекторов идеи депутатов вызывают только смех. Ну, тогда у нас тут будет такой интересный маяк, его, чувствую, с кижей, нужно будет наблюдать. Но это было бы смешно, если б не было так грустно. Депутаты попросили подарить Петрозаводску памятник, даже не спросив мнения экспертов. И это далеко не первый случай. Также на набережной города появилась скульптура рождения Петрозаводска. Эту скульптуру Ленинградская область готовила в подарок Санкт-Петербургу в год его 300-летия. Но художественный совет северной столицы мягко отклонил подарок. Конкурсная комиссия посчитала, что композиция не впишется в архитектурный облик города. И скульптуру быстро переподарили Петрозаводску. Наш город отказываться не стал. Теперь, говорит Александр Савельев, он как бельмо на глазу портит всю набережную. Если по-человечески, если как в Европе, должен быть какой-то общественный опрос. У нас же все это сперва решается там наверху, а потом все это хозяйство в приказном порядке хлопается на голову людей. И что дальше делать, это получается вот такие вот казусы. Но мальчик на ладье хотя бы соразмерен набережной Петрозаводска. Московский гигант в высоту, как два 16-этажных здания, поставленных друг на друга. Куда ни во друзей, все равно немного великоват. С исторической точки зрения памятник тоже никак не вписывается в Петрозаводск. Депутаты города, видимо, не очень сильны в истории родного края. Сокрушается историк Михаил Гальденберг. Царетели создавал памятник во знаменование 300-летия российского флота. В Карелии флот Петр не создавал. Здесь он закладывал завод. Если чиновник просто хочет пропиариться с одной стороны, это другое дело. А если ему нечего делать, в тот момент, когда город, можно сказать, утопает в несанкционированных свалках, в мусоре, вместо того, чтобы заниматься конкретным делом, предлагаются вот такие вот варианты. Хватит китчей и хватит вот этого отчета о проделанной работе. Туристов надо привлекать истинными ценностями, которыми так богата наша Карелия. Чем не устраивать депутатов свой памятник Петру Первому, Михаил Гальденберг тоже не понимает. Он, по крайней мере, создан в соответствии со своей эпохой. Петр Первый Царетели – переделанный колумб, от которого отказались американцы. Поэтому и одет он в латы 16 века. Так что великий он только по размеру. А может, в размере все и дело. И именно это беспокоит депутатов. Эта новость взорвала сегодня общественное сознание. У многих простых петрозаводчан после предложения председателя городских депутатов закрались сомнения в его адекватности. Вот как отреагировал интернет. Этому памятнику самое место здесь, среди хрущевок, брежневок, бараков и гаражей. На Бараньем берегу можно поставить. Это хорошая идея. Только военные истребители будут цепляться, когда станут на Бесовет заходить. Да, у Фокина, видимо, дел больше нет. Все туристы, которые сейчас не хотят слезать с теплоходов, побежали бы смотреть. Сто метров – это же больше 30 этажей. Его же видно с древлянки будет, с первого этажа дома. Питерцы уже отказались от такого лесного предложения, ввиду того, что памятник находится в десятке самых уродливых скульптурных сооружений мира. Пусть этот Фокин ставит эту хрень себе на дачу, но не в Петрозаводск. На тебе, боже, что мне не гоже. А что, Петрозаводск – свалка неудавшихся памятников? А кто ему дал право решать за нас, что будет с этим памятником? Плюшкин какой-то. Все нормальные люди открещиваются от этого чудовища. А нашему Фокину подавай превратит в помойку набережную. Все знают, что делает кот, когда ему нечем заняться. Теперь мы знаем, что делают депутаты Петросовета. Жители Петрозаводска в ожидании очередного перерасчета за воду. Его делают раз в три месяца, отчего у массы горожан волосы встают дыбом. Кому-то за пользование водой предлагают дополнительно заплатить 100 рублей, а кому-то несколько тысяч. Тех, кто присылает нам такие счета, защищает закон. Поэтому в данной ситуации специалисты советуют в первую очередь самим горожанам следить, кто, как и куда расходуют воду в их доме. Счета за пользование водой присылает «Энергокомфорт». После первого громкого перерасчета, когда поднялась шумиха, происходящее проверила прокуратура. Нарушений закона не нашли. Но в жилищной инспекции заявили, что подобные счета – это грабеж. И грабят народ прежде всего с попустительства управляющих компаний. Квитанции с баснословными цифрами присылают, если дом потратил слишком много воды. В большинстве случаев по двум причинам. Либо в одной из квартир живет бригада гастарбайтеров, либо в подвале текут трубы. Как результат – перерасход воды. Все это должна контролировать управляющая компания. По закону она берет на себя все риски и должна предотвращать возможные трудности. Но если коммунальщики бездействуют, в ситуацию просто должны вмешиваться сами жильцы. Ведь это только наше. И ничье больше. Это тоже прописано в законе. Если возникают ситуации, когда в той или иной квартире, в том или ином доме, мы знаем, что у соседей прописан один человек, а живет пять или десять, естественно, и управляющая компания, и мы, собственники, должны проложить максимум усилий. А что сделать? Поставить в известность участкового инспектора, если это необходимо, и там нарушается закон, или поставить в известность миграционную службу. И никогда не надо стесняться обращаться в жилищную инспекцию. Если трубы текут, и управляющая компания ничего не делает, значит, и действительно ничего не делает, сразу же обращаться в жилищную инспекцию. Обращаться в жилищную инспекцию. Хотя, если квартира в этом случае муниципальная, и муниципального жилья определенное количество в каждом доме есть, есть муниципальные учреждения и жилищный контроль. Тоже их надо ставить в известность. Своевременное обследование и устранение – это залог того, что данная корректировка будет минимальной. Обращаться в контролирующие органы следует не только за тем, чтобы сэкономить собственные деньги, а еще и для того, чтобы управляющие компании не чувствовали безнаказанность. Штрафы за невыполнение обязательств перед жильцами могут достигать 50 тысяч рублей. Ну а пока горожане исправно платят за себя и за того парня, который зачастую работают в коммунальных службах. Как пример полнейшего равнодушия коммунальщиков – подземный источник на Березовой аллее, что бьет уже вторую неделю. Жильцы этого дома на Березовой аллее вторую неделю обрывают телефоны управляющей компании, ПКС и прочих спецслужб. Но на все призывы помочь люди слышат лишь отговорки. Тем временем горожане вспомнили школьный курс математики и посчитали. Если за минуту из лопнувшей трубы выливается примерно 3 литра, то за две недели на земле уже оказалась железнодорожная цистерна воды. Ну чем грозит? Большими щитами за воду. Вот чем. Мне просто людей жалко. Как жилец этого дома, мне будет интересно узнать, кто будет оплачивать перерасход воды по нашим щитам. Я вот на этом этаже живу, тут вот на балконе смотрю, приехала техника, ничего не сделали, уехали. А вода-то считает, что на общедомовые расходы, потом это нам отвечать, значит, за это. В Карелии началась осенняя прививочная кампания. 85 тысяч человек. Пожилых людей, детей, подростков, медиков и учителей привьют в первую очередь. Первая партия вакцины, 62 с половиной тысячи доз, для этих целей уже поступила в республику. Сентябрь и начало октября. Пока погода еще более или менее устойчивая, самое время привиться от гриппа. И особенно тем, кто входит в группу риска. Детям, пожилым людям и тем, кто постоянно общается с большим количеством людей. Сейчас я преподаватель колледжа медицинского, поэтому считаю, что прививки – это дело очень нужное, необходимое. Это профилактика многих инфекционных заболеваний. Ежедневно в Центр медицинской профилактики приходит порядка 30 пациентов и более половины – это дети. Как и раньше, высококачественная вакцина от гриппа поступила сюда уже в конце августа. И постоянные клиенты Центра за годи записались на прием. 36,1. Хорошо, моя радость. Осмотр врача до прививки и обязательный контроль за состоянием пациента после. Для некоторых пациентов даже в течение месяца. Сюда обращаются те, кто ценит качество вакцины не меньше качества обслуживания. У нас камерная такая обстановка, тихая, спокойная. По сути, мы уже всех их знаем, они уже нас тоже знают. У них нет этого стресса, прихода в лечебные учреждения. Кстати, постоянные клиенты Центра также уже знакомы и с новыми прививками. От различных простуд и возможных осложнений гриппа. Эти дети гораздо реже болеют. У них гораздо реже встречается хроническая лорпатология. Более подробно о новых вакцинах вам расскажут в Центре медицинской профилактики по адресу проспект Ленина, 11. Сейчас здесь принимают кроме обычных дней и еще и по субботам. А записаться на прием и прививку можно по телефону 76-31-61. Этнокультурный туризм как источник пополнения бюджета. Об этом сразу после небольшой рекламы. Путь к цели не близкий. И когда самые сложные препятствия становятся реальностью, не останавливайся. Ральф Рингер. Путь открыт. Новая коллекция обуви Ральф Рингер. Магазин. Все для дома. Пластиковые окна и стальные двери. Натяжные потолки и корпусная мебель. Газовые плиты и газовые колонки. Вы можете оформить подключение через Горгаз прямо на месте. Магазин. Все для дома. Это я удачно зашел. Клиника Людмилы Власовой. 15 лет на рынке косметологии. Теперь и в Петрозаводске. ЛПГ. Уникальная технология лечения жировых отложений. Лифт-массаж. Мощный лифтинг кожи лица, шеи и декольте. Косметологическая клиника Людмилы Власовой. Привет. Вот мы и переехали в новую квартиру. Здесь у нас гостиная. Это моя комната. Мои игрушки. А здесь кухня. Мама готовит обед. Вот так. Строительно-финансовая компания. Новый отель с домашней атмосферой в центре города. Уютные номера, апартаменты для новобрачных. Гостиница «Заречная». В магазине Позитроника ты купишь ноутбук с Wi-Fi, блютуз и веб-камерой всего за 10,590. Круто! Позитроника. Коголевский центр. Кавалер. Строгий, выдержанный или свободный от стереотипов. Стиль в каждой детали. Секция мужской одежды «Кавалер». В Петрозаводске ремонтом позвоночника успешно занимается Костная клиника. Уникальные лечебные процедуры снимают боль, способствуют устранению дефектов осанки и обновлению дисков. Костная клиника. Улица Лизы Чайкиной, 5. Телефон 765376. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем наш выпуск. Этнокультурный туризм весьма популярен во всем мире. Малые народы на местах сохраняют свою самобытную культуру. В домах, построенных в прошлые века, они готовят национальные блюда, подают их на самодельной посуде, поют старинные песни и под шумок рассказывают об истории своего народа. На этом можно неплохо заработать, заодно сохраняя культуру Карелии. Сегодня впервые в республике открылся трехдневный семинар, на котором наконец-то громко и всесторонне объясняют, как это сделать. Карельские жемчужины ждут участников семинара не только на столах, но и дома. Во всех районах, откуда приехали эти люди, есть какая-нибудь жемчужина. Деревня Кинерма в Пряже, Шолтозера в Прионежье, Большая Сельга-Волонце, Панозера в Кими. Всего у нас 10 центров, которые занимаются этнокультурным туризмом в национальных поселениях Карелов, Финов и Вепсов. Мягко скажем, пробивать такие проекты нелегко. Мало того, что деньгами тех, кто взялся сохранять культуру, у нас государство не балует, так еще и различные разрешения порой приходится добывать с боем. Опасности хранителей аутентичной жизни коренных народов подстерегают и там, где не ждешь. Недавно рядом с Кинерами чуть не вырубили лес. После шумного вмешательства СМИ, в том числе и нашей телекомпании, рубки передвинули чуть дальше в лес, чтобы не портить исторический ландшафт. Цель подобных семинаров – вооружить новыми знаниями местных жителей, чтобы они могли заняться такой модной нынче и перспективной деятельностью. Цель – повышение информированности населения Республики Карелия по вопросам развития туризма в регионе. Кто-то хочет заняться этим, но не знает, как, с чего начать. И вот мы приглашаем специалистов, чтобы они об этом рассказали. И в рамках семинара у нас также планируется проведение круглого стола, где действительно участники будут рассказывать, делиться опытом своей работы в сфере привлечения туристов. Коренные народы сильны не только традициями. В Петрозаводске стартовал пятый всероссийский турнир по боксу среди финно-угорских народов. О первых успехах и разочарованиях карельских боксеров – Антон Брындиков. Алексей Загорский занимается боксом по 4-5 раз в неделю уже больше шести лет. В свое время он уже защитил звание кандидата в мастера спорта, но на турнире такого уровня он принимает участие впервые. И долгие годы тренировок дают о себе знать. И поднимаем шансы кандидата в мастера спорта – Алексей Загорский! Выступать в первый день сразу же после поражения карельского боксера, да еще и против лучших представителей боксерских школ Санкт-Петербурга и других областей России всегда нелегко. Очень тяжело. Снимания серьезные. Противник сложный, опытный. Но вот еще впереди трудный путь к победе. Всего в турнире принимают участие 49 спортсменов. Практически все они либо перворазрядники, либо кандидаты в мастера спорта. Это наш единственный турнир такого ранга в Карелии. Это всероссийский турнир. За первое место призвается звание мастер спорта. Россия. Это уже о чем-то говорит. Несмотря на успехи петрозаводских боксеров в последние годы и проведение турниров такого уровня, ремонта в доме бокса никак не могут дождаться. Единственное, что сделали городские власти – это выделили небольшую сумму, которой хватило на закупку необходимого инвентаря для тренировок. Хотя капитальный ремонт, заменой полов и ремонтом стен обещали сделать еще в прошлом году. Материалы этого выпуска и другие новости доступны в интернете по адресу никодефисmedia.ru Вас еще ждет «Глаз народа» Александра Репниковой, а у меня Дмитрия Николаева. До свидания. Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. Карелия Аква. Новая питьевая вода. Внимание! Крупнейший энергохолдинг северо-запада «Эфеск» проводит набор сотрудников рабочих специальностей в Петрозаводске. Звоните. Пишите. Мужской балет Валерия Михайловского. Премьера программы «Танцуем все» или «Рабочий день». 22 октября в 19 часов на сцене ДК «Машиностроитель». Телефон 630590 и 068. Мы рады видеть вас в салоне оптики «Новое зрение» на «Гоголе-18». Контактная коррекция, услуги врача, изготовление и ремонт очков. Сеть салонов «Новое зрение». Одна неожиданная встреча. Один мимолетный взгляд. Одна улыбка. Способны изменить нашу жизнь, наполнив ее новыми эмоциями и яркими красками. Не упуская удачу, выберите правильное место для встречи. Королевский размер. Одежда, которая объединяет. Современный жилой комплекс бизнес-класса «Созвездие». Передовые архитектурные идеи и функциональные планировочные решения. Первая линия набережной Варкауса с великолепным видом на Онежское озеро. «Строинвест КСМ». Будущее строится сейчас. Лишний вес – не приговор. Похудение без запретов. Доктор Барменталь. Суаярвская, 1. Телефон 63-50-05. 16 октября. В 18 часов. ДК «Машиностроитель». Группа «Покаяние». С программой «Два пути». Вход свободный. Телефон для справок. 63-00-65. Ремонт и отделка помещений любой сложности. Создание и дизайн проектов. Выезд мастера. И составление сметы бесплатно. Гарантия до двух лет. Телефон 63-14-52. Есть дом, но нет канализации? Простое решение. Автономная система очистки источных вод для загородного дома, турбазы или промышленного предприятия. Доставка, установка, обслуживание. Представительство СБМ-групп. В Петрозаводске телефон 28-38-91. Хотите выгодно продать квартиру или комнату? Звоните нам. Агентство недвижимости «Альтернатива Плюс». Все консультации бесплатные. Телефон 670-272. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова